Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Окончание бесед Христа с иудеями в Иерусалимском храме. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 48 по 59 стихи. Окончание цикла бесед Господа с иудеями в Иерусалимском храме на женском дворе, который иначе также называется сокровищница. Окончание этого цикла приходится на момент, когда Господь сказал иудеям, что их отец дьявол, потому что они исполняют его волю, его похоть и не слушают его Иисуса, которого послал Бог. В ответ на такое прямое заявление иудеи говорят следующее. 48 стих 8 главы. На это иудеи отвечали и сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самоленин и что бес в тебе? Не имея что ответить, а мы с вами помним, что они пытались и формально ему возражать, что твое свидетельство недостаточно. Они пытались возражать по существу, по содержанию, говоря, что мы восходим ковраму, мы дети Отца Небесного Бога, но не найдя, что возразить на сей раз, потому что он их обличил, они желают его оклеветать. То есть подтверждают только, что им сказано, что когда они лгут, они по сути дела и творят дела дьявола, который есть отец и лжи. Они начинают говорить, да ты самоленин, что же в этом страшного? А то, что самолени по отношению к иудеям были, ну скажем так, представители несколько иного религиозного движения. Самолени хотя и признавали пятикнижие, но внесли в него некоторые небольшие редактуры. Храм у них был альтернативный на горе Горизим. Впрочем, к моменту пришествия мира Господа он уже был разрушен и так далее. И для иудея самоленин был синонимом слова еретик. Еретик иной, тот, с которым не надо общаться. Но на этом не останавливаются оппоненты Христа и сказав, да ты самоленин, уже утверждают, что он сам Христос бесноватый. В тебе бес. И вот как интересно, что Господь Иисус Христос, когда защищал честь Отца Небесного, который его, Иисуса, послал, он очень твердо и категорично обращался к иудеям и говорил, вы отца вашего дьявола сыны. Есть те. А вот когда речь идет о нем, о посланнике, и его обвиняют, он отвечает очень кротко. 49 стих. И Иисус отвечал, И вот этот кроткий, спокойный, в чем-то даже доброжелательный ответ Господа Иисуса Христа необходимо каждому из нас взять на вооружение. Потому что рано или поздно приходит тот момент, когда на нас начинают клеветать, говорить о нас неправду, ложь, иногда даже публично. И вот в этот момент мы очень четко должны различать, если речь идет об отстаивании Божьего учения, Божьей чести, Божьих законов, мы должны быть очень решительны и очень прямолинейны. Но если обвиняют нас, мы просто отрицаем, отвергаем эти обвинения, но стараемся быть тактичными, даже вежливыми со своими клеветниками, как и здесь был Христос с ними очень тактичен. Он просто ответил, нет во мне беса, но я почитаю отца моего небесного, а вы меня бесчестите. И вот само построение этой фразы, я отца чту, а вы бесчестите меня, но если бесчестить чтущего, значит бесчестить и отца небесного. Иудеи, конечно, это поняли. Пятидесятый стих, Христос продолжает. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий, имеет в виду отца небесного. Отец небесный ищет славы, потому что желает славы у своего творения, чтобы творение его прославляло, но он же Отец небесный и есть судья. Пятьдесят первый стих. Истина. Истинно говорю вам. Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Поскольку Христос возвещает не свои собственные слова, а слава Божия, а он послан Богом для того, чтобы взойти на крест, быть распятым и через свою смерть искупить от греха, освободить от греха, сделать сыновьями у верующих в него, сыновьями Божьими, то, конечно же, поэтому Христос и говорит, кто соблюдет, или, если переводить в современной терминологии, кто сохранит слово мое, тот не увидит смерти вовек. Что значит сохранить слово? Это значит не только его помнить, но и жить в соответствии с этим словом, с учением Господа Иисуса Христа. 52 стих. Иудеи сказали ему. Теперь узнали мы, что бес в тебе, Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Иудеи хотят сказать. Авраам уже давно умер, и пророки умерли. Неужели ты выше Авраама и выше пророков? А если ты хотя бы такой же, как они, на их уровне, они умерли, и ты умрешь. А раз ты умрешь, ты своим последователям не можешь обещать жизнь вечно. 53 стих. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Прекрасно понимают иудеи, о чем Христос говорит им. Он тогда и только тогда может дать жизнь вечную своим последователям, если он выше Авраама и пророков. И вот здесь Христос отвечает. 54 стих. Иисус отвечал. Если я сам себя славлю, то слава мое ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. Конечно, говоря, что что-то из себя делаешь, разве ты выше Авраама, иудеи еще раз показывают, что они видят в Иисусе всего лишь человека, даже и непонятно, Мессия Он или не Мессия, скорее всего, не Мессия, раз не соответствует их представлениям о Мессии. Но он им отвечает, нет, вы не правы, я больше Авраама. Но, чтобы так ответить, он постепенно подходит. Если я сам себя славлю, моя слава ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. А понятно, как прославляет? Прославляет через те дела, которые Отец Небесный дает делать Господу Иисусу Христу. Эти дела не только учения, которые Он возвещает, как власть имеющие, но это еще и исцеление людей. Это и власть над природой, например, украшение бури и так далее. И это все видят и знают иудеи. 55 стих. Таков синодальный перевод. Когда мы обращаемся к греческому тексту, несколько другие оттенки смысла. Потому что в синодальном переводе все время используется глагол «знать». То есть познавать на интеллектуальном уровне. В предыдущей лекции мы говорили о том, что в греческом языке, как и в русском, есть два глагола, указывающих на процесс познания. Один глагол соответствует русскому глаголу «ведать», который произошел от слова «видеть», то есть непосредственное, прямое знание. А другой греческий глагол «геноско» соответствует русскому глаголу «знать», то есть интеллектуально познавать. Если мы сейчас будем переводить первый греческий глагол «иза», «ведать», именно термином «ведать», а «геноско» термином «знать», то мы получим следующую фразу. 55 стих. «И вы не узнали или не познали его». «Я же ведаю его». «Если скажу, что я не веду его, буду подобный вам лжец». «Но я веду его и его слово храню». Вот такой точный смысл фразы Господа Иисуса Христа. И, конечно, использование Иоанном Богословом этих двух разных глаголов показывает нам, что Христос говорит о себе как о том, кто ведает, видит, находится в непосредственных отношениях с Отцом. Поэтому то слово, которое он возвещает, есть истина. А евреям, чтобы приблизиться к Богу, необходимы дополнительные человеческие усилия, в том числе и рационального познания размышления. Поэтому получается, что слово, которое хранит Иисус, Слово Божие, получено от непосредственного общения Сына с Отцом. 56 стих. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». О чем здесь идет речь? В греческом тексте, конечно, чуть-чуть иначе. «Авраам, отец ваш, возликовал, когда увидел день мой, и увидел, и обрадовался». Что значит «день мой»? Как выражение «час», так и выражение «день» в Священном Писании Нового Завета может означать некий промежуток времени, когда что-то происходит. Не 24 часа. И, конечно, «день мой» – во-первых, это воплощение Иисуса Христа, то есть его Рождество. Но и в более широком смысле его день – это его общественное служение среди иудеев и вошедствие на крест ради спасения рода человеческого. А Авраам это увидел и возрадовался. «Потому что Авраам в Царстве Божьем». 57 стих. Но иудеи пытаются по-своему интерпретировать. На это сказали ему иудеи. «Тебе еще нет 50 лет, и ты видел Авраама». «Тебе еще нет 50 лет». Что это за фраза? Некоторые толкователи говорят, «Ну, наверное, таков был примерный возраст Господа Иисуса Христа». Однако из синаптических Евангелий мы знаем, что когда Христос выходил на общественное служение, ему было около 30 лет в соответствии с Евангелием от Луки. Поэтому здесь фразу «тебе еще нет 50 лет» нужно понимать как указание на возраст некой полноты бытия. То есть когда мужчине исполняется 50 лет в еврейском мире, это уже мужчина совершенный, исполненный. И вот ты еще даже несовершенный мужчина. Очень логично, если ему только 30, тебе даже еще нет 50, а бывают ведь старцы 60 и 70, умудренный житейским опытом, убеленные сединами. И, конечно, поэтому ты для нас не такой уж и авторитет, а более того, если тебе даже нет 50, как ты мог жить тысячи лет назад? Как же ты мог видеть Авраама? То есть вот они над этим надсмехаются. Но Христос имеет в виду другое. Не то, что он тогда жил, он родился недавно по плоти, а то, что Авраам, находясь у Бога в Царстве Божьем, видит его Христа служение. 58 стих. Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». И вот здесь уже Господь прямо говорит о себе, как о том, который я есмь. Ссылается на Второзаконие, 32 главу, 39 стих, где Бог Ветхого Завета говорит евреям о себе, «Видите, видите, это я есмь, нет другого Бога у вас». Поэтому Христос указывает, что я есмь, я Бог, и еще указывает, что «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». То есть я еще до Авраама, хотя родился я недавно. И вот в этой замечательной фразе Господь хочет показать, родился я недавно, но существуя еще до Авраама. Я есмь Бог. И, конечно, евреи прекрасно поняли то, что он хочет сказать, потому что в 59 стихе евангелист до нас доносит, «Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее». Если смотрим греческий текст, немножко иначе звучит. «Итак, они взяли камни, чтобы бросить в него. Иисус же был скрыт и вышел из храма. Он был скрыт Богом, потому что еще не пришел час его. А берут камни, хотят побить камнями, потому что видят в словах Иисуса явное богохульство и как богохульника в соответствии с законом Моисеевым намерены его казнить. Однако еще его время не пришло, поэтому хотя все готовы, он находится на ограниченной территории, на закрытой территории храма, на женском дворе. Казалось бы, достаточно одного сигнала, одного жеста руки, одного из служителей, и охранники его остановят. Но Бог его скрыл. Иисус был скрыт и вышел из храма. И здесь, конечно, используется термин «ирос», храмовый комплекс. Он вообще ушел с храмовой горы. Как мы видим, эти беседы Господа Иисуса Христа в Иерусалимском храме как раз привели к тому, что Христос все более и более явно говорит о себе, как истинном Боге, указывает на то, что иудеи настолько закостенели, что уже не могут его Слово, которое есть Слово Божие, принять. Поэтому они исполняют похоти своего отца дьявола, и они лгут. И, конечно же, чем дальше будет проходить общественное служение Господа Иисуса Христа, тем больше будет нарастать напряжение. Христос все больше и больше себя открывает, как истинный Бог. Иудеи все решительнее и решительнее намечают его убить, как богохульника. Однако в Евангелии от Иоанна будет целый огромный раздел, который посвящен уже беседам Господа, не с уудием, отвергшим его, а непосредственно с учениками, в которых в беседах Господь будет возвещать великие возвышенные тайны. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.